Возьмешь розовый цвет заката, совсем немного желтого к розовому, избавишься от белого. Полностью избавишься от белого, чтобы мастихину было что придавить. Плюс желтенький, плюс белится. Количество окраски должно быть таким, чтобы когда ты мастихином сделаешь вот так, появлялся излишек вещества. Хорошо? Давай так. Нанести, а потом мастихином. Вот так совершить, как я совершил. Смотри, как комбайн в поле. Удавливаешь и появляется излишек. Милкой. Немножко желтого. Такой грязноватый, зеленоватый цвет. Линия горизонта ниже середины. Пока очень приблизительно заложен. Потом к этой линии середины будем вот так прям подходить и уточнять, то есть поднимать немножко краску, которая у нас заложена, и уточнять линию середины. Подгонять ее, вернее линию горизонта, подгонять ее на то место, на котором она и должна быть. То есть это у нас приблизительный цвет, приблизительный цвет воды. В котором будет и вот такое звучание, когда больше желтого и коричневого. Есть там такое звучание? Это будет зелень, которая между белым. Она будет более с бирюзой, с желтотой. То есть она как бы немножко освещена солнцем. И тоже глянец укладки. Глянец укладки. Глянец это состояние воды. Согласны? Вот оно, состояние воды. Как только мы на этот глянец начнем укладывать белило, освещенное солнцем, то есть с оранжелезной, у нас сразу начнет появляться, причем белило будем творожисто укладывать. У нас сразу начнут появляться пены. И состояние пены. Пена, она как бы лежит на поверхности воды. Поэтому в промежутках между пенами будет вот эта зеленца, а снаружи будет пена на зеленце. И ты ее накидаешь, накидаешь, накидаешь. Темненько накидаешь. Голубой-коричневый опять. Ну я понимаю, что трудно запомнить сразу все цветики. Но их в принципе немного. Просто разные меры в разных случаях. Голубой-коричневый даст темность волны. Причем ее ты дашь уже по траектории поднятия. Есть там такое, да? Здесь она опрокидывается. Ты показываешь траекторию опрокидывания. Здесь она поднимается. Здесь она поднимается. И так далее. Белый пока нам не нужен, я его снял. И ты разрабатываешь это. Потом и в небо зайдем. Волны сразу как-то отметились. Можно по макушкам отделить их вот таким образом. Мало того, смотри. Туда, на следующую волну, пошло вот такое движение. Есть там такое? Смотри, прямо вот такое. От этой стены туда. Дальше продолжается эта история. Уже по следующей волне. Прикольно? Сразу плоскость одна делилась от другой. Здесь у нас падает сильно. И глянцево, да? Смотри. Глянцево и падает сильно. Так, больше. Ага, вот там чуть-чуть падает. Здесь нарочито покажем вот это движение. Вот это движение. Смотри, как я разбираю крупными кусками. На плоскости, на наклоны. Под каменюки чуть-чуть расчистим территорию. Обычно неопытный рисует камни коричневые. Берет чистый коричневый и рисует камни. Вот. Ты начнешь камни рисовать сиреневого цвета. Хотя они очевидно зеленят. Хотя бы для того, чтобы раз и навсегда запомнить эту странность. В солнечный день. А здесь признаки солнечного дня есть. Тень синих и сиреневит. Поэтому мы начали камни рисовать сиреневого цвета. Теперь дополняем это коричневым цветом. Но только дополняем. Не переписываем, а дополняем. Не только объем. Появился какой-то более загадочный, более интересный цвет. Правда? Если бы коричневый был бы простецкий. А так сразу сложнецкий. Этот же цвет вразбели. То есть эти три цвета вразбили. И мы получаем освещенную часть. Но освещенная часть несколько оранжевит. Поэтому мы прибавляем к ней оранжевый. А он зеленится из-за того, что попадает в среду синих. Есть такое, да? Уже вкусно в цвете, да? Камни обладают таким свойством отражаться в воде. Даже если на картинке, на фотографии или еще где-то. У тебя камни не отражаются в воде. Не играй с ними в эту игру. А играй, как будто бы они отражаются в воде. Тогда они будут в среде. Все камни не перечитай, потому что с ума сойдешь. Нет, все не надо. Значит, долепишь цвет тень на камнях, подразумевая вот эти решения. И потом белила с легкими оранжевилами. Очертит своим прибоем. Вот эта пена своим прибоем. Очертит. Ты видишь, я постоянно вытираю мастихин в крепку. Очертит и дать ясность того, что происходит. Заслоненное отражение. Смотри. И они прямо правдивенько так садятся на плоскость воды. Это как бы принцип. Это может быть сложнее, упрощеннее. Но принцип написания подобных вещей таков. Это цвет воды, глянец цвета. А это цвет пены. Чуть-чуть разного они цвета. И каменюки своими теневыми заслоняют, заслоняют, заслоняют. Ладно? Нет. С пеной потом пообщаемся. Камушки. Ага. 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 Вот тут я уже смотрелась. Так. Дай-ка. Там где пена. Ага. Иди сюда, ты там пены пишешь. Иди сюда. Иди сюда. Скорей. Скорей. Нет. Пену пишет. 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 Разговорчивая. Иди сюда. Смотри. Вот наши воскутки пены. Подбреваем. Берем легкую, сильную минуточку. Количество краски малое. На сбритое. Мы же сбрили сначала. Угу. Вот укладываем. Вот такие малые меры вещества. Дымчато. Именно дымчатость дает хороший эффект пены. Плюс кардиограммка укладки дает эффект падательности. Правда? Да. Будут появляться какие-то собственные рельефы. И хорошие рельефы смело оставляем. Там где рельеф еще недостаточно хорош, еще потрогать. Неро вещества обязательно маленькое. 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 earее. И так далее. Снова пеночка. Большой кусок. Большой. полегче всегда опять же сининка-розовинка, но не сделать розовый цвет, но сделать все-таки сиреновый наступательный, падательный характер пены иногда можно класть вдоль, потом пустым мастихином делать логично, да? тоже прикольный звучечек произошел по теневой части пены, в тени ты видишь она синие, кладем поверху световую часть пены умоделируем красивенько? да так часть пены находится вот в такой траектории пены вот эти места еще и в такой траектории где-то на них свет валяется тоже туда по траектории вот эту березну съедим нечего из них делать вот эту березну съедим и у нас вернулся вот этот отрез пеночку можно чуть-чуть в том числе и вот так додавить так, где же тебе дать пену порисовать? понятно или не давать? ну ладно вот здесь сделаешь хорошо а заодно поскольку добралась до этого цвета который у нас в пене возьмешь и начнешь укладывать вот эту теневую к самому краю не подходи, чуть-чуть отступай уложи, уложи мутненько так дымчато ладно? красота еще сейчас подожди крепочки есть сейчас? у тебя тут некуда такая нет ага хорошо чуть-чуть с желтятинкой то есть цвет такой желтка возьмешь и заложишь его сюда либо удавливая для сиятельности удавленная краска лежит сиятельно согласны? так а источник цвета у нас там где-то из-за формата можно к источнику света чуть-чуть подсунуть белых звучиков вот а потом той кистью а можно взять другую кисть смотри помельче и розовенькими а потом и синенькими облачечками заслонить 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 чуть-чуть заслонить штрихом лежачей кистью к холсту заслонить чуть-чуть ладно? да давай давайте туда как раз не надо эпицентр света здесь ты можешь сюда более разбеленный чуть-чуть загнать а потом на краях пальцем распределить потише там да? не такое агрессивное как ты его так называешь такое туманного толка смех будем Продолжение следует... 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 А кому денежку отдавать? Сейчас, сейчас. Не уйти. Давай, если что-нибудь найдешь, Саша?